Всем привет, это Гоша Грибс, проект Первая Варка, пивоварня Биарбрю. Сегодня в магазине мне попались две бутылочки вот такого вот пива. Это пивоварня Коникс. Честно говоря, хоть я и мониторю отрасли крафтового пива, и в частности российского крафта, потому что мне интересно, что происходит и где, и странным образом об этой пивоварне я до сегодняшнего дня ничего не слышал. И увидев на прилавке магазина, ну не крупная, не пятерочка, нет, это небольшой пивной магазин, недалеко от моей работы, просто не мог ни соблазниться и не взять на пробу два вот таких напитка. Тем более у них были АПА, который называется Крэйзи Маус. И АПА, который называется Эксперимент, по-моему, да? Да, здесь так и написано. Пиво Эксперимент ЭПА темное, нефильтрованное, не пастеризованное. Это отлично. Пиво Экспериментальное, светлое. Светлое, нефильтрованное, не пастеризованное. Ну, может быть, Экспериментальное это так просто задается. В общем, не суть. Ладно. Давайте посмотрим, что мы видим. Бутылки оформлены очень красиво. У меня нет никаких вообще претензий к их дизайну. У меня есть ощущение, что вот на этой картинке во все стороны ломятся лоси, люди, кони. От кого они? От Крэйзи Маус. Ну, видимо, от какой-то сумасшедшей мыши. Я не знаю, что... Не знал. Точнее, что лоси боятся мышей. Ну, то есть так. А вот здесь вот плещущиеся на природе медвежата. Тоже очень мило. Итак, Коникс. Коникс. Надеюсь, я правильно произношу название этой пивоварни. Если нет, то, ребята, пусть ваши друзья передадут вам привет. А может быть, не передадут. Может быть, пиво мне не понравится. Итак, с чего начнем? Давайте начнем с АПА. 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 Еще раз. Крэйзи Маус. 45 и Бу. Это то, что прям вынесено крупно на этикетку. То есть на этом настаивают, видимо. Не алкоголь, не плотность, а именно горечь. Ну, это право пивоваров. Пусть так. Температура хранит 2 до 12. Так. А откуда у нас, собственно, пивоварня? Пензенская область, город Заречный. Привет, Пензи. Кто не знал, у вас есть какая-то пивоварня. Итак, смотрим. Экстрактивность начального сусла 14%. Неплохо. Алкоголь 5,5 оборотов. Хорошо. Так. 9 марта. Вообще свежайшая. Давайте пробуем. Оп. Отличие от Саши с предыдущего видео. Я смогу сравнить это пиво только с тем пивом, которое пил когда-либо до этого. Эту пивоварню я еще не пробовал, не дегустировал. Давайте посмотрим, что у нас тут. Красивая пена. Мне уже нравится. Итак, что можно сказать про запах. Знаете, у меня очень слабые рецепторы, и, наверное, я не тот человек, который должен... Может быть, кто говорит, что тут вот земляничная поляна, еще лапа медведя, что-нибудь там кролика пробегающего мимо. Он нюхал. Нет, просто, я могу сказать, мне запах очень нравится. Он, на удивление, нежный. Ну, в общем, как и должен, наверное, пахнуть АПА. АПА, для тех, кто не знает, это Американ ПЛЛ. Он характерен тем, что не очень горький должен быть, но с очень мощным запахом. Включил я опять спецапли. Знаете, я бы даже не стал выпить, я просто его наслаждался бы и нюхал. Ну, давайте пробовать. Ну, вкус у этого пива не резкий совершенно, очень приятный. Хмель во вкусе чувствуется, возможно, даже преобладает над солодом, но при этом его не забивает совершенно. Очень хороший баланс. Если я буду говорить то, что мне это пиво напоминает, то, возможно, многим из вас ни о чем не скажет. В общем, этот АПА напоминает очень многие крафтовые АПА. Интересно, вам у них указано, какой хмель использовался. Итак, состав. Солод ячменный, светлый. Солод карамельный, хмель. Вода питьевая, пивные дрожжи. Ну, к сожалению, пивовары скрывают свой рецепт, а жаль. Но как жаль. Это их право. Легкое, приятное пиво. Несмотря на 5,5 оборотов, пьется прям замечательно. И приятно сидеть, наслаждаться. Я бы летом купил себе ящичек такого пива. Где-нибудь в полутени возлегаю. Упивался бы им в сопли. Как-то так. Давайте перейдем, наверное, к другому напитку от пива. Это убираем. После вкусе от первого пива все еще осталось. Наверное, может быть, было правильно сполоснуть горло. Чем-нибудь. Оп. У меня-то в холодильнике чуть-чуть завалялось пиво. Не охмеленного. И так. Интересный момент. На пробке от предыдущей бутылки я не заметил. Насечек и стрелочек, говорящих о том, что бутылка открывается в кручение. Поэтому я открыл открывашкой. А ИПА предполагается открывать руками. Ну, давайте так и сделаем. Что здесь? Батикетки я уже рассказал. Состав. 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 Солод ячмена. Светлый. Солод. Ну, так. По-моему, все то же самое. Можно сказать, что экстрактивность сусла 16. 6,5 оборотов. Неплохо. Я заканчиваю вечер. Можете со мной попрощаться. Это пиво не мартовское. 19 февраля оно тоже довольно-таки свежее. Потому что срок годности 90 суток. То есть, в середине, например, срок годности. На свет оно темненькое. Вот, кстати говоря, я сегодня в магазине обратил на это внимание. Сейчас я просто эти бутылки периодически теребил. Это не так заметно. Если в предыдущем осадка практически не было. То есть, вопа. В этом пиве осадок посущественнее. Причем, когда я его взял с полки холодильника, сегодня он вот так бродил. Мощно. А сейчас, пока я его с машины, осадок, по-моему, просто разошелся по всей бутылке. Поэтому будем пробовать в том виде, в котором мы его привезли. Зачем я взял открывашку? Охрен его знает. Я же сказал, что она открывается руками. Это обман, господа. Это обман. Потому что здесь нарисовано, что... Вот давайте сделаем так. Вот я сейчас руками не смог открутить эту бутылку. Я не ставлю оценки, как многие другие видеоблогеры пиву. Потому что просто хочу вам о нем рассказать. И вынести свое осуждение. Никак не оцениваю. Потому что, скорее всего, я могу плохо отнестись к какому-то очень хорошему пиву. И наоборот, расхвалить какую-нибудь откровенную гадость. Эксперимент. Здесь нарисована стрелочка. Я не знаю, видно это или нет. Я предполагаю, что крышка должна откручиваться. Я приложу недюжие усилия. Она даже повернулась по оси, но она не стала съезжать с бутылки, а просто провернулась усилием. Давайте посмотрим, а есть ли на этой бутылке резьба. Очень аккуратно открываем. И мы видим, что бутылка не имеет характерной нарезки для резьбовых крышек. Вопрос, ребята из Коникс. Зачем вы нарисовали стрелочку на крышке, если пиво рукой не открывается? Вы представляете, сколько людей по всей стране, я сейчас к вам обращаюсь, вы представьте, вы только представьте, сколько людей сейчас мучаются и срывают эпидермис, эпиделий. В общем, срывают себе ногти, открывая, пытаясь скрутить вашу крышку. Не надо так делать. То есть, скручивается, рисуем стрелку, не скручивается, не рисуем. Ну ладно. Минутка гнева прошла. Давайте посмотрим, что с этим пивом так или не так. Так, похоже, Гоша вернулся к своему любимому скиллу наливания пива, когда у нас не меряны пены. Да, подождем. Видимо, не дождаться нам окончательного оседания пены, хотя, может быть, это и хорошо, потому что пена плотная. И в отличие от предыдущего напитка, она оседает очень-очень медленно. Ну, давайте будем считать это плюсом. Итак, ИПА, медвежата ловят рыбу. Они, по-моему, только занимаются здесь, что рыбалкой. Да, они в какой-то луже сидят. На этикетке. Здесь еще крупно написан эксперимент И-2.0. 2.0, зная по нашему пиву, которое мы делаем, Это говорит, скорее всего, о том, что это несколько измененная начальная рецептура. Я, может быть, не прав, но я бы сделал именно так. То есть, возможно, изменены пропорции солода, возможно, добавлен какой-то другой хмель или заменен. Происходить это может совершенно по разным причинам. Возможно, сварили какой-то удачный напиток, но через какое-то время поставщика просто не оказалось чего-то из ингредиентов. И в таком случае вы меняете что-то. Если вы меняете не в худшую сторону, то есть, если вам не удалось добыть, например, немецкий солод, но с чем, правда, сейчас, по-моему, проблем нет, меняете на отечественное, то это, наверное, не очень хорошо. А если вы один хмель заменяете на родственный, то есть, хмель с близкими характеристиками, по аромату, по горечи, хотя, знаете, близких характеристик не бывает, как мне кажется, ну, по крайней мере, насколько я знаю, бывают просто хмели, которые один из другого вытекают. То есть, был сначала один сорт, потом специальный селекционер выводит новые сорта хмеля, базируясь на предыдущем. И вот, скажем, у вас был турбо какой-нибудь свежий сорт хмеля, потом этого сорта не оказалось, и вы его заменяете, возможно, немного большим количеством его прародителя. Ну, это такая версия от меня. Может быть, здесь была какая-то другая причина написать версия 2.0. Может быть, первый был напиток не очень удачный, и чтобы все понимали, что это не то же самое, что было в первом случае, тогда написали 2.0. Например, как с пивом от Волковской пивоварни, потому что я абсолютно уверен, что вот версия 2.0 была написана после массы негативных отзывов и комментариев, касаемых IPA в Волковской пивоварни. Честно говоря, а вот мне, может быть, повезло, я не пил IPA первой серии, а пробовал вторую, и вторая мне вполне понравилась для той цены, которая... К слову, если вам интересно, то в предыдущем видео Саша как раз пробует то самое Волковское IPA. Честно говоря, не знаю, наверное, второй версии, потому что первый, скорее всего, уже срок годности весь вышел. Можно посмотреть и заценить его мнение. Оно, кстати, расходится с моим, потому что я бы не был так строг. Ох, с пивоварни. Ну что ж, у нас пена, по-моему, немного отстоялась. Запах очень, ну как очень. Опять же говорю, что у меня довольно-таки слабые рецепторы, и запах, мне кажется, похожий на вот эту вот бешеную мышь, или как это называлось, Crazy Mouse. Может быть, я не прав, но, по крайней мере, очень близкий по составу солода, хмеля, эти два напитка. Но запах, как я говорил до этого, он даже, наверное, в чем-то не характерен, крафтовому пиву, потому что он очень нежный. Очень нежный. Зато вкус совершенно другой. И сравнивая два этих напитка, пытаясь сказать, какой из них лучше. Я не смог бы поставить ни одно из них на первое место, либо поставил бы на первое место оба. Если сравнивать эти два пива, я не говорю, что это все то пиво, которое я всегда буду пить, потому что это номер один, и это не так. Но сравнивая с Crazy Mouse, это эксперимент версия 2 ИПА. Очень приятен. Именно по ИПАшному горик. Мне даже в чем-то не хватает. Хотя нет, теперь хватает. Мне сначала показалось, что в послевкусии горечь не идет вообще. И меня это удивило, потому что, ну, обычно характерно, что ИПА, когда пьешь, то горечь есть во вкусе, горечь есть в послевкусии. В общем, это только горькое пиво. Для серьезных мужиков. Хотя нет. Мне сейчас тоже серьезные мужики скажут. Для нас, для серьезных мужиков, серьезное пиво это стаут. ИПА это так, для хипстеров. Нет. Скажу им. Ну, здесь нет зашкаливающей горечи. Там 150, 250, 300, 1000. Нет, ребята написали 65 ИБУ. Насколько я могу сравнивать с другими пивасами. Да, здесь есть 65. Горечь, наверное. Это очень субъективная вещь, которая практически ничем в потовых условиях и даже в условиях домашней пивоварной померить нельзя. Можно только посчитать. И то с расчетами, мне кажется, там не все так гладко. Потому что у вас может быть хмель урожая этого года, прошлого года. Как мне кажется, он меняет свойства свои. Очень приятно. Не знаю, зачем они написали, что это темное пиво. Но, опять же, ты их права. По-моему, это и по цвету, и по вкусу, и по запаху. Самый настоящий IPA. Полное попадание во вкус. Не очень сложно. Пробовать, говорить одновременно. Там стоило сначала выпить пол бокала, а потом все вам рассказать. Но, пока я рассказываю, мне хочется пить. А когда я пью, мне хочется поделиться с вами. Так вот. Что можно сказать? Вердикты какие-то я выносить не буду. Но пиво довольно добротное. В общем, я не хочу даже говорить о том, со сколько я взял это пиво. Потому что оно для крафта очень недорогое. А по качеству оно не хуже топовых пивоварен. Я вам даже скажу больше. Оно, наверное, не хуже, чем пиво, пивоварный Биар Брю. Вот так вот. С вами был Гоша Грибс. Проект Первая Варка. Экспресс-обзор ЧБ. Подписывайтесь на наш канал YouTube. Вступайте в группу ВКонтакте. Ставьте лайки. До новых встреч. Пока. И чуть не забыл. Пейте вкусно и в меру.